Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада вас приветствовать! Сегодня у нас 12 занятие, и проходит оно 12 сентября. Я даже запечатлела эту дату у нас на заставке. Итак, о чём мы будем сегодня говорить? Мы сегодня будем говорить о Солнце. Солнце – это я каждого человека. Мы живём в Солнечной системе на планете Земля, и именно Солнце даёт нам жизненную энергию. Солнце – оно вне религий, оно вне верований и вне знаний. Оно есть и всё. Но многие знают, что оно есть, потому что у нас есть уникальная возможность его видеть. Давайте я вам расскажу, что мы делали практически две недели. Я посмотрела и обратила внимание, что 11 занятие, которое у нас было по октавам планетарным, высшим и нижшим. И что мы там говорили? Мы говорили о том, что уран – это у нас высшая октава Венеры. И что нам даёт уран? Мы учим слово альтруизм. Что такое альтруизм? Это значит, что мы готовы своей энергией, своими знаниями, даже своими материальными какими-то владениями или благами делиться с другими людьми, не ожидая ничего взамен. Также это и любовь, и воображение. Всё по высшему аспекту бытия. Далее мы говорили, что Нептун – это божественная планета, которая даёт нам волю. Как я часто говорю своим ученикам, вокруг позвоночника собрались, то есть воля, тот стержень, который мы воспитываем в себе на протяжении данного воплощения и также в предыдущих воплощениях из жизни в жизнь. Мы сделали это занятие, и потом, учитывая то, что все наши 11 занятий, они были пробными, тестовыми, и в процессе этих занятий мы очень много поняли, поэтому мы ушли обсуждать. Итак, первое, что мы сделали, вы помните, что сам себе дирижер – это был мой индивидуальный метод, мой авторский метод для индивидуального наставничества, потому что у каждого человека своя боль, и она была написана для моих ровесниц, можно сказать, подруг, знакомых, людей в моей возрастной категории. Мне 19 сентября, я солнечная дева, исполнится 55 лет, я поняла, что полвека, 50 лет я прожила, прокосячив, из которых, окей, 14 лет – это было время моего роста, но остальные 36 – это было моё осознанное прохождение по жизни, восхождение по ступеням жизни и получение навыков, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас прошла уже четверть 21 века. Мой проект «Мудрость жизни 21» сделан, создан был для кого? Для жителей 21 века. Но, как показала мне сама жизнь, закон свободы выбора и воли, который существует у каждого человека, и дан нам по праву рождения, разговаривая со своими бывшими клиентами, знакомыми, подругами, у которых были очень сложные, очень травматичные ситуации в жизни, все они сказали мне – я боюсь, я не готова, я не хочу идти в саморазвитие. Я понимаю этих людей, потому что самое сложное, как говорил Лев Николаевич Толстой, отойти от обыденного. Соответственно, окей, сказала я. Я разговаривала с другими людьми, моими коллегами по работе, с моими подругами из Швейцарии. Одна сказала, я православная, я хожу в церковь. Но вы понимаете, что церковь – это дом, где человек может прийти, и благодаря тем знаниям, которые есть у батюшки, общаясь в кругу общины православной, человек может обмениваться знаниями, энергиями, но работа над душой, над духом, должен делать каждый сам, потому что наше тело – это наш инструмент, инструмент нашей души. Наше тело нам дано благодаря отцу, логос, его кода, его знаний, его ДНК, который он передает в лоно нашей мамы, и в животике мы начинаем расти. Проходит 28 лунных недель, год, 40 наших земных, и человек появляется на свет. С первым вздохом, эта дата записывается, астрологи начали делать натальные карты. Я, вы тоже знаете, изучала фундаментальную астрологию и владею этим методом, но я не астролог-диагност. Я познаю мир, потому что я была в православном течении, но там мне не ответили на все мои вопросы, мне их было очень много. Я пошла в философию, в астрологию, в неопсихологию и неоастрологию. Все, что создано сегодня людьми в 21 веке, я все это познала. Но я понимаю, что все по готовности. К сожалению, люди, многие идут в путь именно… Я даже не называю это путь духовного развития. Я называю это индивидуальный личный рост. А к чему мы растем? Во-первых, мы всему учимся у нашей матушки природы. Она тоже вне религии. Так. Во-вторых, мы на протяжении жизни набираемся опыта. И, в-третьих, мы этот опыт применяем. Но, еще раз повторюсь, к сожалению, люди, человечество последние тысячи лет развивались из парадигмы преодоления, страдания. Да, мы должны были получить этот опыт, потому что, да, на планете Юпитер мы будем уже наставниками рода человеческого, который будет развиваться на Юпитере. И мы должны знать все. Все косяки, все проблематики. Мы должны все попробовать на своей, так сказать, шкуре, пока она у нас есть. Так вот, человек рождается. У него есть дата рождения. У него есть тело, и ему дается имя. И этот человек уже так себя идентифицирует. Когда он готов, в семь лет, все органы уже создались, все вот эти взаимодействия, так, окей, в семь лет, продолжается рост организма человека, в том числе активируются все тонкие тела, наше ментальное тело, астральное тело, которое тело желаний, наш второй энергетический двойник, который работает для того, чтобы все наши органы, наши клеточки все оптимальным образом работали. И все это вот так вот переприлетено. Я на сегодняшний день это называю прекрасный орнамент мироздания, потому что пиксели не отображают красоты мироздания, потому что, как они, картинки мы складываем, не пиксели хотела сказать сейчас, слово это, а, ну вы поняли, да, вот эти вот пазл, да, пазл недостаточен. А вот представьте, бисер золотистый, пастельных тонах розовых, желтых, любых, голубых, да, вы, как человек, видите, есть определенная ситуация, какой-то человек встретился в вашей жизни, это жизнь, да, и вот вы берете эту бисеринку, она может быть, даже я бы сказала жемчужину, потому что бисер как-то звучит уже по-бесовски, жемчужину эту берете, она у вас может быть белая, розовая, может быть, вы еще только учитесь, и поэтому она у вас может быть серая, черная жемчужина, но вы вставляете ее в канву, вот в этот прекрасный орнамент вашего жизненного пути, вашей жизни. Соответственно, все по готовности, все, что не делается, все к лучшему, век живи, век учись. И я поняла, и уже во время пробных, тестовых занятий я озвучивала, что сам себе дирижер я трансформировала в молодежный проект. И у меня уже есть ученики, с которыми мы тоже в тестовом режиме просматриваем, как наилучшим образом взаимодействовать. Но пока я вела занятия, я поняла, сколько вопросов, они мне раз сконденсировались согласно здравому смыслу. Я вам всегда говорю о том, что в мироздании, во Вселенной есть закон целесообразности, цель, да? Какова моя цель? Цель – поднять уровень взрослые не захотели, вопрошающий и ищущий молодежи на новый уровень морально-нравственно-этический, эстетический. Так, что мы делали эти две недели? Эти две недели у нас были совещания, собрания, и мы создали проект согласно здравому, здравого смысла, потому что, работая, общаясь с молодежью, я поняла, какие вопросы, особенно самые такие глобальные. Но у меня пока еще не так много учеников, учениц, к сожалению, у нас пока только девушки готовы идти в данном направлении, но я также приглашаю всех желающих, молодых людей. В тестовом режиме мы работаем не оплатно, потому что мы совместно будем создавать с вами пять книг. Я их назвала в простонародье пятикнижья. Пятикнижья о том, как каждый молодой человек, большой, маленький человек, но дух это наш вечный странник в нашем теле, может по пяти аспектам понять и стать режиссером, дирижером своей жизни. Сделаю вам прекрасный ролик, в котором я покажу вам, что я имею в виду, когда я говорю, как это стать сам себе дирижер. Мы делали это, создали прекрасную презентацию. Если у кого-то есть вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. также составили план проекта развития тех романов, которые уже один написан, он и она и мы с моей командой будем создавать сейчас словарь дуальности, словарь духовности, толковый словарь, в которых можно будет все исчерпывающие знания получить, по крайней мере, базу, первый уровень, как я вам говорила, это у нас публицистические романы. Второй уровень пятикнижья, учебник, методический материал с практическими заданиями, будем делать подкасты, потому что так получилось, случайно и не случайно, практически все мои ученики и члены моей команды, они учатся на факультете журналистики в разных учебных заведениях, но вот так, поэтому мы будем делать практику, будем прокачивать, будем делать все наилучшим образом. И вы знаете, что мы в конце всех и книг, и учебников пишем первоисточники, и там уже каждому из вас, если что-то наилучшим образом откликнулось, тогда вы сможете уже к тому или иному первоисточнику обращаться. Также я очень большое, скажем, сферу уделяю сейчас изучению именно русского слова и корни слов Шишкова, который был написан с согласия Николая Первого. Там идет разъяснение всех наших русских корней, потому что, как я говорю, наши предки это не только наши корни, но и наши ветви. Сверху наши предки нам дают энергию, и если у вас молодежи с мамами, с папами, бабушками, дедушками есть какие-то проблематики, то те энергии, которые они передают с нашего рода небесного, они заблокированы. Об этом мы тоже будем писать и в наших занятиях сам себе дирижер, и в наших книгах учебников. Что еще очень важно бы мы сделали? Мы переехали из Ютуба. Вы знаете, видите, что идет замедление, что не у всех есть возможность находиться там, и также на наших совещаниях мы знаем и понимаем, что у нас аудитория растет, и не у всех есть, опять же, хороший интернет. Все наши занятия мы будем переводить и в аудиоверсию, и в текстовый режим. Я общалась здесь с обществом слепых, потому что не хотела, чтобы транскрибацию наших занятий делала приложение, какое прекрасное бы оно не являлось, хотела еще помочь людям. Но в Сочи, слава Богу, очень немного людей незрячих, поэтому со временем через добро.ру обращусь в другие волонтерские течения, и я думаю, что мы найдем людей, которым будет интересно заниматься транскрибацией. Это значит из аудио формата переводить в текстовый формат наши занятия, чтобы каждый мог кто-то смотреть, потому что вы знаете, я делаю много инфографики, и она будет улучшаться с каждым нашим занятием, потому что в нашу команду еще зашли дизайнеры, иллюстраторы, люди, которые владеют, если раньше я просто скачивала те или иные изображения лицензионные, мы не занимаемся пиратством, мы все делаем по высшему аспекту и во благо, поэтому мы собрали все наши занятия, перевели их в ВКонтакте и также на руту все также называется Мудро 21, поэтому вы можете смотреть и слушать нас там, где вам удобно. Также мы будем развивать Яндекс.Музыка, как я вам сказала, будем делать подкасты с Валерией Гранкиной, моей помощницей, ассистентом и ученицей. Вот, ну вот я рассказала вам, что мы делали эти две недели и давайте поговорим все-таки о солнце, потому что все символично, да, и все цифры, числа, знаки, которые дают нам жизнь, все во благо. Ага, я, кстати, вижу, у нас интернет не алло сегодня. У нас так бывает, потому что я всегда живу рядом с федеральными трассами и иногда замедляется. Ладно, будем надеяться на лучшее. Итак, 12 занятие 12 сентября Солнце и я человека. Уже мы поговорили о том, что как человек себя воспринимает по дате рождения, по имени и по физическому телу. Но я вот вчера плавала, у меня вчера было выходной, кстати, в Сочи вчера было 37 градусов, и я еще думала записывать, не записывать занятия, но я поняла, что нет, невозможно. У меня даже было вчера назначено ужин с моей мамой, учитывая, что на две недели я не только из эфира пропала, но и с мамой со своей не особенно общалась, а так как она любит тыкву, и так как у нас уже осень, я купила в Магните такую тыковку небольшую, и у меня есть классный рецепт, который я готовила на Новый год. Я вот так открываю, вытаскиваю все семечки, туда можно либо рыженькую чечевицу размоченную уже положить, там можно карри, ну любые специи, которые вы любите, сырок туда натереть, естественно, там соль, перец, вот это все, сырок перемешать, сверху сырком насыпать и поставить в духовочку, и потом вы вытаскиваете, у вас нежнейшее, вы прям из шкурки эту тыквочку кушаете, вот, и там вот эта вот чечевица, ну, еще раз говорю, я предпочитаю желто-оранжевую, чтобы все было красиво, концептуально, дарю вам рецепт. Естественно, туда надо водички, там, оливковое масло, или каким вы пользуетесь. И вот я плавала в море и думала, почему вот так происходит, почему столько испытаний у людей, когда мы говорили о планетарных октавах, мы узнали, что у нас в теле лунной энергии, это спорная территория, и почему все планеты ведут борьбу, почему Люцифер, который должен был быть нашим наставником на планете Земля, свет дающий, почему он стал сатаной, почему у нас сатанизм вот такой, столько ненависти на планете Земля, столько много вопросов я себе задала, и давайте я постараюсь один за другим сегодня ответить. Я также ВКонтакте опубликовала свое эссе, которое я делала после завершения обучения на кратком курсе истории российской государственности при Институте политической, российской политической культуры, где ректором является Дмитрий Владимирович Раде. 7 октября 23 года две недели как я жила в Сочи я написала это эссе. Но когда я его писала, учитывая там, что история государства российского берется, скажем, от нуля, немножко от доисторических времен, когда были подвиги наших богатырей русских, о которых через былины мы можем узнать. И вот да, еще кстати, так, сейчас запишу, о чем я говорила, чтобы не забыть. Подождите. Первое эссе. Видите, я получаю навык, как не бродить. Эссе видео. Так? Почему мы знакомы с греческой мифологией, которую я очень приветствую, люблю, трех, потому что по сути я считаю, что первый этап развития человека это мифология. Второе религия, третья наука. Сейчас четвертое самоопределение, самопознание и единение человека и космоса. В каком направлении я тружусь. И смотрите, что получается. Да, мы говорим о том, что мифология это по сути пишется об Атлантиде. Я на всех занятиях говорю, что нам дали разум 15 миллионов лет назад. И мы уже говорили о том, что во времена Атлантиды очень сильно косячили, да, скажем, миллион лет назад от нашего времени там начали происходить катаклизмы, потому что люди были как боги, среди нас жили боги, с Марса, с Венеры наши наставники, Иисус был представителем иерархии Солнца, солнечные пирамиды были, через которых люди проходили и заряжались. Почему сейчас есть параноиды? Они просто вспоминают. Почему про Гарри Поттера столько книг написано? Она просто вспомнила, что делали многие атланты с высшего аспекта божественного, познавая себя, познавая мир, они стали заниматься магией. Магией не бывает белой или черной, все магия, вся обрядность это колдовство. Потому что для воли изъявления, воля, то это у нас Нептун, божественная воля, достаточно божественной воли изъявления человека. Что получается? Миллион лет назад от нашего времени, 21 века, начались первые расколы, распад, но все во благо, мир двален. С одной стороны, те, кто строили условную вавилонскую башню, колонну, которая соединяла земное с божественным, и у них были, скажем, групповые боги, человек должен начать познавать себя. И поэтому, как мы ходим на урок биологии, на урок физики, на урок химии, русского языка, литературы, физкультуры, музыки, также и миллион лет назад атланты тоже учились в своей школе жизни и должны были я есть понять, кто есть я. Для того, чтобы понять, мы спустились в семь я, семь тел, да, и теперь со следующего 25-го года, будучи в эпохе Водолея, мы, россияне, родились под знаком Водолей, Россия матушка, поэтому мы так сосредотачиваемся всегда и собираемся в группу, поэтому западная цивилизация, которая идет еще пока путем физического, материального, империалистического, сатанистского уровня развития, они получают опыт еще материи, но они дошли до такого пика, когда происходит распад материи, да, если мы смотрим даже в глаза руководителей этих государств, мы видим, что разума у них уже нет, да, солнечной жизненной энергии интеллектуального меркурианского и кто у нас там бывший аспект меркурия, ну, нептун, да, уран, эльтруизм, любовь, венеры, а, плутон, плутон, вот, плутон, плутон, я вчера написала, посмотрим в октавах, столько много, а, вот, нептун выше октавы меркурия, из одиннадцатого занятия неженописанного, так вот, что происходит, миллион лет назад вавилонское событие, 800 тысяч лет назад примерно Моисей, так, выводит народы с Атлантиды, которая начинает погружаться, около 50 процентов планеты Земля, был вот этот большой континент с большими островами вокруг, начинает уходить под воду, и те, кто отличники, пионеры, я их называю, выходят, двоечники, через реинкарнацию, через потопление, потом приходят уже на наши континенты, почему у нас есть люди коричневого тела, в Африке с высокоразвитой жизненной энергией, близкой к природе матушки, к животным, Латинская Америка, красные, желтые азиаты, и, соответственно, мы белые, арийская раса арии, арии, которые под овновцы вышли, вот, и 200 тысяч лет назад уже Ной уже через реинкарнацию больше выводил человечество из водного тумана, который был на планете Земля, потому что очень-очень много воды мы забрали, нам дали, чтобы вот этот переход был произведен. Нам нужно было больше парных облаков, чтобы расы, группы, семьи вот таким образом вышли. Итак, что они сделали еще, наши космические руководители, они обнулили нам карту памяти, потому что атланты знали все и в оконцовке все-таки накосячили. Нам надо, чтобы мы не помнили вот этот ужас-ужас-ужас, Содом и Гаморру и все остальное, да, и по сути Каин первый сын Адама и Евы это раса Тельцовая, раса, которая через труд, через земледелие должна на новое, в новой расе, в пятой расе мы живем, да, через труд понять себя и опять заново мыло мочало начинаем все сначала. Плюс он забирает у Адама и у Евы те проблематики, которые у них были, это в легкой форме в лайтовой написано в рукописи седьмой день и потом рождается Авель Авель это пастух это ариец Авель у которого уже нет негатива в его ДНК коде потому что подвиг Каина он собрал весь негатив от Адама и Евы Атлантов которые косячили и он ходит и воспевает со своей паствой да он ходит и воспевает законы Божьи так как в ДНК Каина содержится негативные аспекты в том числе и он активно общается со своим старшим братом Люцифером очень жарко и мои салфетки секундочку парит прям нет такого солнца как вчера потому что вчера было солнце активное активное вот я сделала видео из окна своего опубликую в конце к сожалению закат с моей стороны восхода не видно восход встает из-за гор за нашей красной поляной прекрасной а сегодня облачность вот и свет хорошее освещение но уже жарко сейчас воду попью так вот Каина активно общается со своим старшим братом старший брат ничего им не манипулирует еще пока он хочет понять как наилучшим образом и он ведет беседу он задает ему вопросы через которые они оба должны познавать себя соответственно Люцифер как ему наилучшим образом работать с людьми человек лица Каина отвечает на вопросы но как Каин отвечает на вопрос он думает но мне же старший брат спросил он наверное лучше знает почему есть закон о котором нам сказал Иисус когда мы переходили в эпоху рыб создай себе кумира только через себя и я вам тоже говорю только через свое сито целесообразности это слово новое я узнала не то что я узнала здравомыслие здравомыслим через свое здравомыслие и вот у здравомыслия у него есть три аспекта первое если у вас есть вопрос наши мудрецы славяне имеют для нас три совета как получать лучшие знания и что такое здравомыслие первое если у вас возник вопрос спросите у специалистов мы девы очень любим мастерство и специалистов например если вам нужен смм специалист вы обращайтесь если вам надо починить компьютер вы обращаетесь так если вам надо подготовиться к ЕГЭ ужасная вещь в в нашем периоде развития человечества у меня есть еще одна помощница ассистент Виолетта она учится в 11 классе я искренне от всего сердца пожелала что в ближайшее время это ЕГЭ ужасное уберу ну например вам надо подготовиться к вступительным экзаменам в МГУ это положительнее звучит вот кого нанимают вам родители репетитор соответственно первое спросите у компетентного человека так советуют наши мудрецы а я с молодости привыкла так я называю 33 совета а спросить 34 совета и разделить на 38 может 38 попугаев я не знаю почему мне эта цифра пришла но вот так и когда я жила в Ленинграде и у нас очень сильно болела собачка Эльза ее звали Доберман очень добрая коричневая девочка я несколько приглашала ветеринаров всех выслушивала просеивала через свою интуицию у нас женщина она развита мы развивали еще с лемурийской расы когда у нас не было глаз так по сути каждый мужчина тоже может воззвать к своей интуиции потому что обычно люди воплощаются раз в женском обличии теле раз в мужском раз в женском раз в мужском потому что мы должны прокачивать все качества которые нам дают все планеты но планета является ретранслятором практически а сами энергии нам дают созвездия звезды планеты космос так вот значит спрашиваем совета делим на 38 через сито здравомыслия целесообразности просеяли что откликнулось значит нам подходит второе это мнение предков если у вас открыт божественный канал с родом вот когда мы говорили о венере я спросила своей бабушке Анфисы воплощена она или нет она тогда мне сказала что нет но за эти две недели я выяснила что моя бабушка является хранительницей рода и совершенно случайно в четвертой главе когда я пишу о курской дуге молитва матери хоть книга у нас и молодежная но вот я опираюсь возвращаюсь к опыту предков потому что есть люди которые религиозны которые находятся в православии и через хранительницу моего рода бабушку Анфису я пишу как она читает отче наш посмотрите QR-коды всегда есть и либо пока я говорю про свои книги либо в конце либо набирайте просто он и она и вам выйдет рукопись Артур и Фиоро ловитов букс так вот там почему-то я пишу о своем двоюродном дедушке Сергеем который был летчиком который погиб в этом году благодаря того что я помогала Наталье Андрейченко оформлять ее книгу которая кстати 23 сентября будет в синема парке у нас фильма презентация закрытая а открытая с билетами 23 октября естественно я знаю Наташу понимаю что астрологи нумерологи ей давали эти даты 23 октября в театре на Таганке билет уже есть продажа Наташа вчера на своем канале в телеграме опубликовала такая была вся вообще никакая видео что она закончила аудиозапись своей книги я очень рада за Наташу ну так вот благодаря тому что я альтруист и весь месяц март работала помогала Наталье с классификацией ее аудиозаписи перевод в книгу и все остальное я узнала историю ее папы и когда для книги я решила найти эту статью в Долгопрудном 2019 года вот Наташа к сожалению узнала о том какой герой был ее папа уже после его смерти хотя они были очень большими друзьями и папа реальный ангел хранитель Наташа Андрейченко Эдуард его зовут я его приветствую на небесах вот и я думаю дай-ка я дедушку Сережу поищу и да я нашла его среди учеников Санкт-Петербургского университета естественно в разделе музей наши герои я думала что он погиб и в четвертой главе об этом пишу на Курской дуге оказывается он защищал блокадный Ленинград по-видимому не случайно я писала сценарий народный сценарий о блокадном Ленинграде я вам рассказывала уже об этом что первое действие спектакля это через книгу Галины Павловны Вишневской она описывает в Кронштадте как она выжила благодаря музыке Чайковского оперы Евгения Онегин которую она вот так ментально прокручивала прокручивала вместо того чтобы думать как я хочу есть как я то как я это великая музыка спасла великого прекрасного человека Галину Павловну так вот мы спрашиваем у предков у наших не предков которые вы называете предки и у вас к сожалению зачастую нет хороших отношений с родителями но это не ваша вина все многогранно у родителей тоже не хватает знаний чтобы наилучшим образом вам их передавать поэтому есть люди и в моем лице в том числе которые обладают этими знаниями и которые готовы вам передавать и помогать вам наилучшим образом наилучшие отношения и с вашими предками воплощенными и уже развоплощенными я буду делать аудиозапись в мою жизнь пришел недавно в июне месяце я узнала Виктор Михайлович Минин и я слушаю его лекции и Вконтакте тоже и он дал очень хорошую практику называется солнышко и благодаря этой практике я уже познакомилась и узнала что Сергей это по материнской линии Анфиса и Сергей являются хранителями рода и недавно буквально тоже разговаривала с солнцем с родом и познакомилась по линии папы хотя я их вообще особо никого не знала и имена их знаю все и историю этого рода на сегодняшний момент соответственно если есть возможность с предками рода а третье это то что я вам говорила говорю и буду говорить это личный опыт дорогие друзья благодарю вас за внимание на этом первую часть солнце и я человек мы заканчиваем я вам желаю солнечного дня солнечного сентября солнечной осени а самое главное чтобы солнце всегда светило на вашем жизненном пути чтобы солнце счастье свет и любовь наполняли ваш дом вашу семью ваш род ваш жизненный путь и до новых встреч благодарю за внимание до новых встреч